Друзья Что заставляет белых гусей каждую весну покидать тучные, сытные мексиканские и калифорнийские поля, лететь тысячи миль над Тихоокеанским побережьем Северной Америки, Чукотским полуостровом? Зачем полмиллиона этих птиц так стремиться на холодный арктический остров со скудной тундровой растительностью? Здесь их родина, а родину не выбирают. Едва проклюнувшись из яйца, пуховой комочек на всю жизнь запомнил разноцветные лишайники и мхи в долине, заснеженные горные хребты, голубые и желтые дрейфующие льды в океане. Осенью, когда он научится летать, мороз и пурга заставят его лететь на зимовку в жаркие страны, а по весне неудержимая тоска по суровой, но милой родине вновь поднимет на крыло, пустит в далекий, несказанно трудный путь. — Гангог! Гангог! — это не обычный крик, это радостный крик приветствия родной земле. Над громадной долиной ослепительно белые с черными маховыми перьями птицы, не теряя четкого строя, делали два-три круга, постепенно снижались. А когда до земли оставались считанные метры, разворачивались против ветра, резко гася скорость крыльями, распушенными хвостами, опушенными перепончатыми лапками, и одна за другой садились на мхи или шайники. В долине еще не стоял снег, лишь обнажились крошечные островки голой земли. Разбившись на супружеские опары, гуси стремились как можно быстрее захватить эти островки, обрести свой участок, свое место под солнцем. Не из жадности и не из чувства личной собственности, нет. Людские пороки вольным свободным птицам неведомы, а чтобы вовремя произвести потомство. Святое это дело не терпит суеты. Гусыня принимается за устройство гнезда. Лапками и клювом она долго расчищает маленькую площадку и делает в почве углубление, в полладони. Потом щиплет траву и мох для толстой подстилки и валика вокруг гнезда. Гусак между тем ходит кругами. Растопырив крылья, пригнув вытянутую шею, шипит по-змеиному. Изгоняет с семейной территории другие супружеские пары, нахальных холостых самцов вечно голодных, чрезвычайно прожорливых песцов, зорко следит за небом, каждую минуту ожидая нападения бургомистров или поморников. Утеплив перьями и выщипанным из груди пухом травянистую подстилку, самка тотчас откладывает первое яйцо. На следующий день второе, на третий третье, на четвертый четвертое, передохнув двое суток, отложит последнее, пятое. С нежной белизны крупные яйца вскоре приобретут нежно-желтоватый оттенок. Новые и новые стаи птиц летят в долину, и все меньше остается свободных от снега островков земли. Однажды, когда мы вернулись со смены и ужинали в бараке общежития, кто-то из буровиков, посмотрев в окно, в крайнем удивлении протянул «Ребята, гляньте!» Мы прильнули к стеклу. Со стороны долины, по пологому пригорку, к бараку поднимались, переваливая сбоку-набок два гуся, самец и самка. Самка волочила по земле правое, странной формы, как бы вывернутое крыло. На ослепительном оперении резко выделялись кровавые пятна. Птица остановилась под окном. Гусак вытянул вверх змеиную шею и громко загоготал. О том, что белые гуси во время насиживания яиц и линьки теряют осторожность, я знал и раньше. Птицы подпускают человека почти вплотную, и только тогда покидают родное гнездо. Не удивило меня и то, что гусак не оставил, не бросил свою раненую супругу. Прошлой весной наша буровая работала на севере Чукотского полуострова, в районе мыса Шмидта. В воскресный день я отправился прогуляться. Шагая по тундре, наткнулся на двух белых гусей. Мертвая самка лежала на мху вверх лапами, далеко вытянув длинную шею. Гусак лежал возле своей супруги. Он положил ей на грудь голову, прикрыв глаза. Я приблизился вплотную. Дробовой заряд изрешетил шею птицы. Видно, какое-то время гусь еще летел, скрывался от браконьерского глаза, а потом замертво рухнул на землю. Заслышав шаги, гусак скинул голову, глянул на меня немигающим круглым глазом. Из глаза выкатилась мутная слезинка. Белые гуси умеют плакать. Не желая мешать, я поспешно отошел. Затем оглянулся. Гусак лежал в прежней позе, уронив голову на грудь мертвой гусыни. Но мне ни разу не приходилось ни видеть, ни слышать, чтобы белые гуси сами пришли к людям. «Вы здесь оставайтесь, я один пойду. Все вместе появимся, напугаем», — сказал наш бригадир, за четверть века облазившись буровым станком чуть ли не всю арктическую тундру. И, прихватив из аптечки бинт, а со стола краюху хлеба, вышел из барака. Толпясь у окна, мы с любопытством ожидали, что будет дальше. Бригадир неспешно приблизился к птицам. Начал бросать им кусочки хлеба. На пищу они не обратили никакого внимания. Сейчас их не интересовала пища. Гусак выбросил крылья и прошипел. Однако не ренулся на человека в атаку. Стоял на месте. Гусыня неуклюже распластала по земле поврежденное окровавленное крыло. Бригадир присел возле нее. И деловито, без суеты, словно занимался привычным делом, принялся перевязывать крыло. Но вернувшись в барак, он сказал, похоже, песец напал. Крыло сломано. Может, срастется? Я решил понаблюдать, что же будет дальше. Гусыня, между тем, начала щипать мох и траву и складывать их аккуратными кучками. Затем клювом и лапами сделала углубление в земле, перенесла туда эти кучки. Гнездо она устраивала под самым окном барака. Гусак стал тоже щипать мох и траву, подбирать разбросанные повсюду перья пуночек, лапланских подорожников, красноногих камнешарок, ирландских песочников, куликов дутышей. Все эти птицы тоже гнездились на острове. И когда гнездо, сооруженное добротно, по всем правилам, было готово, Гусыня немедленно села в него и начала откладывать яйца. Она насиживала их долгих 22 дня, ни разу не поднялась, не размяла онемевшие без движения крылья и лапы. Трава и мох вокруг гнезда были выщипаны подчистую и съедены. Гусак все это время ходил кругами, зорко следил за небом, ожидая нападения бургомистра или поморника. Зная, что Гусыни сильно теряют весы во время насиживания, мы подкармливали птицу хлебом и гречкой. Но стоило кому-либо из нас появиться возле гнезда, Гусак, растопырив крылья, бросался на мнимого врага, больно щипал ноги и руки, прыгая, норовил ударить клювом в лицо. Пищу Гусыня приходилось бросать издалека. Однажды за бараком раздались громкие охлопки крыльев, гогот, паническое тявканье. Я поспешил к окну и застал лишь финал поединка. Линялый, с клочьями ржаво-серого меха песец уносил от гнезда ноги. А Гусак, где бегом, где по воздуху, неотступно преследовал ненасытного пожирателя гусиных яиц, бил его крыльями, клювом, лапами. Отогнав грабителя на порядочное расстояние, самец вернулся к встревоженной супруге, прогоготал, все в порядке, мол, родная, опасность миновала. И гусыня сразу успокоилась, улеглась на яйца. Недавно он чуть было не лишился супруги, когда на нее напал песец, и теперь охранял гусыню и будущее потомство с особой бдительностью. На 23-й день самка начала то и дело приподниматься на гнезде, низко склонив над яйцами голову, прислушивалась. Из яиц доносилось слабенькое, но настойчивое и беспрерывное постукивание. Скорлупа покрылась трещинками. Великое таинство рождения свершалось у нас на глазах. Четыре птенца появились одновременно в какие-то полчаса. Пятый пробил Скорлупу два дня спустя. Казалось, гнездо заполнило ярко-желтая масса, только пошились гусята. Изредка в этой массе появлялись тоненькие, фиолетовые с зеленым оттенком палочки. Значит, несмышленыш упал на спину, показав перепончатые лапки. Теперь гнездо было мало птицам. То и дело за травяной валик перекатывался нежно-пушистый комочек. Но тот час забирался обратно, норовил потеснее прижаться к материнской груди. Наш бригадир с ножницами в руке приблизился к гнезду. Гусиное семейство вот-вот покинет гнездо. Пора освободить самку от бинта. Удачно ли срослись сломанные кости крыла? Сможет ли птица летать? Мы этого не знали. При появлении человека гусыня не проявила признаков беспокойства, словно понимала, зачем шел к ней человек. Гусак же повел себя агрессивно. Запрыгал вокруг бригадира с растопыренными крыльями. Хватал его клювом за ноги. Кто-то из буровиков вышел из барака и палкой отогнал дрочуна. Бригадир беспрепятственно перерезал стягивающий крыло бинт. Утром гусиное семейство покинуло гнездо. Впереди важно вышагивал гусак. Потом гусыня. За родителями, беспрерывно падая, растопырив дугообразные отростки на спине, будущие крылья семенили птицы. Недели через три самец и самка начнут линять. На время потеряют способность к полету. Они хотят заблаговременно облюбовать озеро или речку. На воде птицы спасут и себя, и потомство от прожорливых песцов. Мы вышли из барака, провожая наших подопечных. Родители беспрерывно останавливались, гоготали, подзывая отстающих птенцов. Те на ходу пощипывали травку, пили из сталых лужиц. Наберут воду в клюв. Вытянут вверх голенькие, неопушенные шеи, выливая как через трубку жидкость в желудок. Мое внимание привлек ржавобелесый продолговатый бугорок. Показалось, что он медленно передвигался по тундре по направлению гусиному семейству. Вскоре я понял, что это подкрадывался к птенцам песец. Медлить было нельзя. Линялый облезлый хищник сейчас стрелою ринется в атаку, унесет в зубах гусенка. Размахивая руками и крича, я побежал к вору. Песец замер, притаился, как бы слился с разноцветными мхами арктической тундры. Но когда я был в трех шагах от него, хитрюга понял, что обмануть меня не удастся. Скочил и с тявканьем бросился на утек. Обычно гуси, покинув гнездо, более не возвращаются к нему. В поисках лучшего корма они странствуют по долинам, рекам и озерам острова. Где ночь застанет, там и ночуют. Каково же было наше удивление, когда через несколько дней гусиная семья вновь вернулась к бараку. Может, увидев, как я отгонял кравшегося к ним песца, птицы поняли, что жить по соседству с нами людьми безопасно. Птенцы заметно подросли. Они растут, что грибы после теплого дождя. Ведь чтобы не погибнуть, за коротенькое арктическое лето, за считанные недели им надо научиться летать, до первых морозов покинуть остров, унестись в жаркие страны. Я вышел из барака и высыпал из пакета овсяное хлопье. Не успел отойти, как гуси начали кормиться. Похоже было, что гусиное семейство до отлета на зимовку решило остаться с людьми. Жилось им, думаю, неплохо. Из толстого короткого бревна я соорудил корыто, и оно всегда было наполнено пищей. Пшеном, гречкой, овсянкой, всевозможными объедками. И водопой искать не надо. В широких порожних банках из-под сельди и в оси всегда была вода. Арктика есть Арктика. Здесь посреди лета нередко случаются снегопады, пурга. Многие птицы гибнут в непогоду. На этот случай я построил птенцам убежище. Что-то вроде собачьей конуры с подстилкой из оленьего меха. Колебания температуры гуси чувствовали лучше всякого барометра. Если самка с гусятами вдруг укладывались в домики, это было верной приметой – жди заморозка или снега. Недоверчивый гусак в конуру никогда не забирался. Он сторожил свое семейство лежа у входа. Когда птицы видели опасность, они громко гоготали. Мы выбегали из барака и выстрелами отгоняли круживших в вышине бургомистров и поморников или кравшихся к лакамой добычи облезлых певцов. Дни бежали, и гусята росли. Они очень изменились за это короткое время. Ярко-желтый пух сохранился клочками разве что возле хвоста. На голове и шее появились коричневые пятна. Спина обросла жемчужными перьями с яркими ободками. Большие и малые маховые перья, или первостепенные и второстепенные, как называют их орнитологи, приобрели бархатно-черный и темно-синий цвет. Не верилось, что эти неуклюжие темные существа вскоре станут стройными красивыми птицами со слепяще-белым оперением. Пока что единственный намек на белый цвет – это белые хвостовые перья. Гусак и гусыня полиняли. Площадка возле барака, где жили птицы, была усеяна их маховыми перьями. Способность к полету они приобретут к тому моменту, когда гусята начнут летать. Об этом позаботился их творец. Но взлетит ли гусыня – вот что неотступно беспокоило нас. Поврежденное крыло она по-прежнему волочила по земле. В начале августа с северного полюса задул ледяной ветер. Он в клочья разорвал висевшие все лето над островом тяжелые и серые туманы, погнал их на материк, затянул лужицы шершнем, тонким шуршащим, позванивающим литком. Все чаще сыпал снег. На вершины сопок и скал он лег прочно, а в долине полуденное солнце на короткое время превращало его в свинцовые, ребристые от зыби лужи. Большие и малые птицы, кнездившиеся на острове, собрались в дальнюю дорогу. То и дело над бараком, тучами и тучками в сторону юга улетали стаи. Ровно через шесть недель после появления птенцов мы стали свидетелями очень важного события в жизни гусиного семейства. Птенцы, точнее подростки, размером немного меньше родителей, впервые в своей коротенькой жизни ощутили радость полета. Один за другим, коротко разбежавшись, птицы взлетели. Гусак и гусыня следили за ними, вытянув длинные шеи. Птицы сделали над бараком несколько кругов и с восторженными криками приземлились. С этой минуты они взлетали часто, то поодиночке, то все вместе. Длинный путь требовал неустанной тренировки. Ударили морозы. Из долины, где находилась гусиная колония, послышался непрерывный голдеж. Первыми взлетели, вытянувшись в клинья, холостые и молодые гуси. Потом суровую свою родину стали покидать семейные птицы. Мы не видели, как взлетели наши птицы. Мы услышали их крик, доносившийся сверху, и поспешили на волю. Гуси ходили над бараком широкими кругами. Они беспрерывно гоготали. Они прощались с нами. Впереди был гусак. Дети летели следом за отцом. А замыкала семейную стайку гусыня. Она чуть заметно заваливалась на одно крыло. Три, шесть, восемь кругов. И птицы круто взмыли ввысь. Они пристроились в хвост к длинному клину своих собратьев, летевшему со стороны долины. Удаляясь, клин как бы таял на глазах, пока не исчез совсем.